В Фергане завершился фестиваль «Построим будущее без терроризма». Форум был насыщен на события. Участие в них приняли и гости из стран Центрально-Азиатского региона. Хронология мероприятий в репортаже Гузаль Файзиевой. Второй день фестиваля был посвящен знакомству делегаций с Кыргызстаном и Таджикистаном, а также из Андижана и Намангана с достопримечательностями Ферганской области, объектами культуры и искусства. В их числе Ферганский областной государственный музей истории и культуры, один из старейших в Узбекистане. В его фондах хранится свыше 100 тысяч экспонатов, раскрывающих историю Ферганской долины с глубокой древности до наших дней. Зарубежные гости проявили большой интерес к коллекции музея. Отмечалось, что проведение фестиваля, направленного на развитие межрегионального сотрудничества, образование и просвещение молодежи – это значительные духовно-нравственные инвестиции в будущее. Инициатива нашего президента была воплощена в резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной Центральной Азии. Между Узбекистаном и Кыргызстаном, между Узбекистаном и Таджикистаном в отношении дружбы и сотрудничества вышли на уровень стратегического партнерства. И в этом плане проведение международного форума в городе Фергане «Строим будущее без терроризма» – это как раз-таки тот посыл, о котором сейчас не только глобально весь мир говорит, а говорит о том, что мы с молодежью должны заниматься концептуально, капитально, жить в мире, в согласии и в сотрудничестве. Следующим адресом стал парк литераторов в Маргелане, в центре которого установлен памятник народному поэту Узбекистана Эркину Вахидову. Здесь состоялись творческие выступления и спортивные состязания молодежи, организованные выставки прикладного искусства, демонстрирующие самобытность народных умельцев. В зарубежных гостях также посетили расположенный в парке мемориальный музей Эркина Вахидова. Подчеркивалось, что подрастающему поколению необходимо изучать творчество талантливого узбекского поэта, в котором заложены идеи добра, мира и взаимопонимания. Посетили мемориальный музей имени Эркина Вахидова. Нам тут очень понравилось. Я хорошо знакома с его творчеством. Мне очень нравятся его стихи, которые он написал про свою родину. Я думаю, что нашей молодежи будет полезно ознакомиться с литературой Эркина Вахидова, так как он очень призывал всех к дружбе и мира во всем мире. Далее в Маргелане участники фестиваля посетили Центр развития ремесел, где для них была подготовлена насыщенная программа, включающая в себя выступления танцоров, певцов и музыкантов из трех стран. Также здесь расположилась экспозиция народного ремесла, где особое место занимали национальные ткани, ведь именно Маргелан издревле был историческим центром изготовления атласа и адраса. Не обошлось и без приготовления традиционного весеннего лакомства сумоляки. Далее гости были приглашены на показ спектакля во Дворце искусств Ферганы. На этом завершился международный молодежный фестиваль «Построим будущее без терроризма», который укрепил братские узы между представителями трех стран на пути к достижению мира и безопасности, воспитанию достойного молодого поколения.